Здравствуйте! В эфире телекомпания Город, программа «Время говорить». Последние рязанские события рассматриваем сегодня через призму журналистского восприятия наших авторов. Вкратце о главном на этот день. Поддержим всем миром. В Рязани работают пункты приема гуманитарной помощи для украинских беженцев. Есть браслет. Сегодня увидели свет. Первые археологические находки в раскопе на территории Рязанского Кремля. Колым важнее работы. Рязанские полицейские выявили факт незаконного привлечения к отруду гастарбайтеров. Ну а теперь перейдем к подробному изложению новостей. Итак, в Рязань, как известно, прибыли первые беженцы с юго-востока Украины. Пока их страна воюет сама с собой, ее народ спасается на сопредельных территориях. Примечательно, что особенно бурно поток людей, бегущих от войны, разрастается именно в эти июньские дни, когда отмечается годовщина начала Великой Отечественной. Горькое совпадение, предостережение. Понимать и представлять можно как угодно. Так сказать, рязанские украинцы, приехавшие из Луганска числом около 50 человек, временно размещены в полянском интернате и уже вся когорта нашего начальства ознакомилась с условиями их пребывания, был в полянах губернатор, министр и соцзащиты образования, депутаты. Напомним, глава региона Олег Ковалев сообщил, что на Рязанщине уже готовы несколько десятков пунктов временного размещения беженцев. В случае надобности приимемые полторы тысячи человек. Рязанская область может предоставить беженцам 500 рабочих мест на 50 предприятиях. Выбирайте только подходящее. Это было вчера. Сегодня, продолжая тему, Оксана Тебенихина привезла репортаж о том, как работают сейчас в Рязани пункты приема гуманитарной помощи для украинских беженцев. На базе комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» в Рязани организован пункт сбора гуманитарной помощи для новоприбывших граждан Украины. Детское питание, средства личной гигиены, одежда, игрушки, постельное белье – все средства первой необходимости частью уже предоставлены неравнодушными гражданами. Помощь продолжает поступать. Люди приходят, приносят, организации откликаются, детское питание, потому что это на сегодняшний момент очень необходимо, детские предметы личной гигиены, которые тоже достаточно востребованы, одежда для мужчин, для женщин, теплые куртки, потому что сезон лет у нас получается, что достаточно прохладное. Люди побросали дома, взяли с собой, конечно, по минимуму. Даже банальная нехватка нижнего белья и полотенец, на которые у них нет лишних средств, причиняет огромные неудобства. Любой желающий может помочь переселенцам с Украины. Главный критерий по отбору вещей – они должны быть новыми. Для беженцев, которые располагаются в Полянской школе-интернат, мы буквально два раза уже отвозили гуманитарную помощь под запрос. Конкретно, что необходимо, там носочки, конкретно необходимы там предметы личной гигиены, вещи, теплые пледы. И буквально, то есть работаем на адресную помощь. Уважаемые жители Рязани, если у вас возник порыв желания оказать помощь для жителей Украины, мы ждем вас по адресу улица Чкалова, дом 66, комплексный центр социального обслуживания населения «Семья». Ждем новые хорошие вещи для детей и для взрослых. С гуманитарной помощью надо обходиться аккуратнее. Действительно, помогать не значит избавляться от рухляди. Это во-первых. А во-вторых, порыв души надо ценить в любом случае. Напомним, в 2010 году, когда для погорельцев в нашу область начал поступать гуманитарный груз из других регионов, разгорелся не только огонь лесных пожаров, но и скандал. Вещи, собранные в Новосибирске, одежду, обувь, посуду, игрушки. По распоряжению чиновников Шацкого районного начальства попросту тогда выбросили в силостную яму, что значит не возиться. Выбросили вместе с письмами, которые жалостливые новосибирцы писали погорельцам, чтобы морально поддержать людей. Тогда из-за скандала своего места лишилась Елена Кислякова, возглавлявшая Рязанское министерство соцзащиты. С ней некоторые другие начальники. В общем, грянуло в Шацком районе, а шум был по всей Руси великой. Возвращаясь к проблеме беженцев. Приехавшие с детьми, пожелавшие остаться в нашей области луганчане, озабочены тем, как их ребята будут в местных школах учиться. Программы-то в России и Украине очень разные. Вот что. Теперь Рязанское министерство образования будет адаптировать новых наших жителей к школьным требованиям. На этот счет есть и губернаторское поручение. Привыкают к российской образовательной действительности и крымчане. Тамшние выпускники новейшего времени учились в Украине, закончили школу уже в российском Крыму, потому у них пока что не все сходится ровно при поступлении, скажем, в центральные и периферийные вузы страны. В этом году российские высшие учебные заведения объявили о льготных целевых наборах для выходцев с полуострова. Сообщается, что для этих целей зарезервировано 18 тысяч бюджетных мест по широкому кругу специальностей. Рязань своих новых сограждан бросать тоже вроде бы не намерено. Приемная комиссия в Рязанском государственном университете ведет свою работу по приему заявлений от абитуриентов вот уже несколько дней. Пока еще особенного ажиотажа среди выпускников и их родителей не наблюдаются, но члены комиссии, исходя из практики прошлых лет, ожидают большой наплыв в первых числах июля. Пока же заявление подали более трех с половиной сотен возможных будущих студентов. Недавно стало известно, что Министерство образования России выделило квоту на 10 бюджетных мест в РГУ для выпускников крымских школ. Мы получили 10 бюджетных мест на разные направления именно для выпускников крымских школ. И на сегодняшний день на 6 из этих 10 мест уже есть конкретные кандидаты, которые уже приезжали, которые уже подают документы. Крымские ребята, скорее всего, будут обучаться педагогическим специальностям, юридическим, государственному и муниципальному управлению, а также учиться на факультете международных отношений. Еще о культуре и науке. В Рязанском Кремле опять копают, причем в интересах вечности. Археологи пытаются отыскать новые свидетельства того, как жили в древности обитатели Переиславля Рязанского. О первых днях археологических работ и первых находках ученых в репортаже Ирины Ковалевой. Эту лестницу в шутку называют машиной времени. Именно по ней участники раскопок, проводимых на территории Рязанского Кремля, спускаются из века 21-го примерно в век 12-13-й. В этом сезоне работа в раскопе ведется лишь второй день. И уже сделана первая важная находка – фрагмент стеклянного браслета. Если учесть, что в прошлом году мы находили ежедневно по 10-15 фрагментов, сами понимаете, что это немного. Но, с другой стороны, мы уже вышли в то время, когда стеклянные браслеты еще не были распространены. Поэтому, конечно, сейчас они будут редкостью. Раскопки Переиславля Рязанского ведутся здесь уже 11-й сезон. За это время исследователи углубились на 5,5 метров от современной поверхности. Другими словами, нырнули на 800 лет назад. Ни одну тонну земли перебрали старательные участники раскопок. Ни один раз они подходили к руководителям с вопросом, что это – обычный камень или осколок амфоры, кость животного или фрагмент древнего украшения. В этой работе самое главное – не пропустить ничего важного, найти в грудах земли кусочек прошлого и отличить его от обычного сора. По словам Владимира Завьялова, эта работа чем-то схожа с работой сапера. Ведь археологи, так же как и саперы, ошибаются лишь однажды. Конечно, их ошибки не столь опасны, но они грозят искажением исторических факторов. В этом сезоне исследователи планируют на западной части Раскопа дойти до материка, то есть до той поверхности, с которой началась жизнь в Переиславле Рязанском. Это поможет определить ученым, в какое время город уже существовал, по крайней мере, на этом участке. Также планируется перейти на восточный участок Раскопа, а после этого заканчивать работу. Правда, это, скорее всего, случится уже в следующем сезоне. Тоже в глубины истории, да так, чтобы никто никогда этого дела не откопал, намерен отправить в Россию даже воспоминания о всяких, так сказать, лотерейных жучках, крутивших и вертевших свои колесики и барабанчики в целях наживы и облапошивания доверчивой публики. Дело в том, что через неделю, а именно 1 июля, начнется беспощадная борьба правоохранителей с незаконной организацией лотерейных клубов. Работать лотерейщики начнут только по госконтрактам, и никак иначе. Разобраться в новых оборотах карусели законодательства пыталась Наталья Новикова. С 1 июля недобросовестные коммерсанты лишатся возможности проведения азартных игр под видом лотерей. В МВД России Паризанской области состоялась пресс-конференция начальника отдела организации исполнения административного законодательства Максима Зарубина. Темой пресс-конференции стала работа региональной полиции по борьбе с нелегальным и горным бизнесом в свете последних изменений в законодательстве, призванных исключить возможность проведения азартных игр под видом лотерей. Так что ни государственных лотерей теперь не будет. Останется только четыре законных способа испытать удачу – тиражные и бестиражные, международные и всероссийские государственные лотереи. Решение о проведении лотереи принимает исключительно правительство России. Поправки разрешают использовать лотерейные терминалы и электронные лотерейные билеты только при проведении всероссийских государственных лотерей в режиме реального времени. Так что государство берет на себя лотерейную монополию, Ну и давно пора. Пусть азарт граждан пополняет казну государства. Ну а если что, государство и разберется по-своему. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Вообще, надо сказать, что сейчас борьба с игорным бизнесом в современной России идет с переменным успехом. Закрывали-закрывали у нас подпольные казино, а они до сих пор успешно работают. Причем не так уж и подпольно. Что же касается определенных игорных зон, где порог будет процветать в дозволенных законодательством рамках, то здесь тоже пока коса на камне. Вот, например, задумано создать одну такую территорию в Крыму. Тут и солнышко, и море, и народ очень желает потратить честные, не очень честно заработанные денежки. Играй, трудись на ниве азарта россиянин, да и любой иностранный гражданин на здоровье. Даже президент России внес этой весной в Госдуму законопроект о создании в Республике Крым игорной зоны. Кроме полуострова, они планируются также в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также на территории Калининградской области. Таким образом, власти ожидают притока бюджетных средств, новых инвестиций, а также рост количества рабочих мест. Правда, есть и возражения, которые сводятся к той мысли, что игорные зоны не могут сосуществовать с детскими лагерями отдыха, пансионатами, фестивальными и прочими культурными площадками, коими планируется насытить все тот же Крым. А тут денежная игра, где она, там и криминал, отмыв средств и прочие признаки нравственного разложения общества. Пока официальных сообщений по созданию в Крыму российского Лас-Векса особо не множатся, но ведь всему свое время. Еще о новеллах законодательства на сей раз регионального уровня рассказывает сегодня Глеб Галушкин. Прибывая в нашей редакции в качестве парламентского корреспондента, он подготовил отчет о главных аспектах работы депутатов на общем заседании областной думы. На очередном заседании Рязанской областной думы одним из важных вопросов стало принятие закона об исполнении регионального бюджета за 2013 год. Напомним, что на прошлой неделе состоялись публичные слушания, на котором правительство Рязанской области отчиталось перед депутатами общественностью, как и на что израсходовали бюджетные деньги. На заседании думы министр финансов Марина Наумова рассказала региональным парламентариям о финансовых показателях региона. В рамках депутатского обсуждения первый заместитель председателя Рязанской областной думы Юрий Еременко призвал поработать над увеличением доходов бюджета, повышением собираемости налогов. Мы сегодня видим проблемы, и основная проблема и задача наша на будущее – это все-таки наращивание собственных доходов. Также Юрий Еременко добавил, что необходимо стимулировать муниципальное образование к наращиванию собственной доходной базы. Годовой отчет регионального правительства об исполнении бюджета за 2013 год принят депутатами Рязанской областной думы. Далее на заседании парламентарии одобрили федеральный закон о поправках Конституции РФ, которые предусматривают новые правила формирования Верхней Палаты Российского Парламента. Президент будет вносить свои кандидатуры в его состав. Также на думе обсуждался и был принят в первом чтении законопроект о пчеловодстве. По словам председателя Аграрного комитета Облдумы Владимира Сидорова, необходимость принятия закона обусловлена обращениями граждан с требованиями по установлению правил в сфере пчеловодства. У нас на сегодня даже в городах порой такая плотность этих пасек на каждые 100 метров до 30-40 ульек. Мы здесь предлагаем все это дело урегулировать, отрегулировать, чтобы опасности для соседей, для населения не было. Я считаю, что закон очень нормальный, мягкий и регулирует все процессы. Замечания и предложения по законопроекту о пчеловодстве комитет по аграрным вопросам областной думы будет принимать до 1 августа. Ну, пока депутаты пытаются усовершенствовать положение дел в сельхозсфере, полицейские сражаются с теми, кто это самое положение уже улучшает, но незаконным путем и только в интересах собственного, личного бюджета. Так, вчера в Рыбновском районе правоохранители обнажили при помощи оперативной разработки неприглядный факт незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных работников. Проще говоря, местная фирма, занимавшаяся выращиванием овощей в теплицах, наняла незадорого гастарбайтеров, никак не озаботясь при этом соблюдением действующего законодательства. Трудящимся на это самое действующее было тоже с высокой колокольни, а потому пошло дело. Кстати, выявлены также и факты нарушения санитарных норм при организации быта этих самых иностранцев, приумножающих российскую экономику и поднимающих рост благосостояния рыбновских сельхозбизнесменов. На сегодня у нас все, однако информационная линейка телекомпании «Город» продолжается. Далее, как сейчас модно выражаться, в нашей дорожной карте стоит программа подробностей. Сегодня мы ждем в студии Татьяну Пыжонкову, областного министра спорта и молодежной политики, и ждем от Татьяны Евгеньевны подробностей того, как у нас будет проходить спартакиада до призывников, а также День молодежи, о котором точно сказать можно пока одно. Он выпадает на эту пятницу, и алкоголь в эту пору продавать нигде в Рязани не будут. Далее непосредственно подробности, а мы с вами расстаемся до четверга. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин